Депутаты правящего альянса дважды отклонили инициативу о подготовке к торжественному празднованию 70-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. С инициативой выполнить подписанное в Ашхабаде соглашение глав правительства СНГ, подпись от имени Молдовы поставил премьер Владимир Филат, выступила фракция партии коммунистов. Предложение по КРМ было предложено к голосованию, однако парламентское большинство отказалось его поддержать. В ответ на тот отказ, который сегодня получен большинством депутатов от непонятно какого альянса, наши избиратели обратились ко мне с просьбой все-таки предложить вам, чтобы вы пересмотрели вашу позицию и включили сегодня в повестку дня вопрос о подготовке к 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1941 годов. Я хочу еще раз пояснить и особенно обратиться к либерал-демократам и демократам, ведь 5 декабря в Ашхабаде господин Филат, бывший премьер-министр и сегодня руководитель Либерально-демократической партии, подписал документ. Буквально на прошлой неделе исполком СНГ проинформировал всех руководителей Организации ветеранов-пенсионеров стран СНГ, что в ряде государств уже утверждены национальные программы. Мы, начиная с декабря уже полгода, не можем даже включить в повестку дня вопрос об этой дате. Мы очень вас просим, господин председатель парламента, еще раз обратиться к депутатам и все-таки сегодня включить повестку дня парламента. В ответ спикер парламента Игорь Корман заявил, что депутаты уже обсудили и приняли повестку дня, и никаких изменений в нее вноситься не будет. В знак протеста партия коммунистов покинула зал заседаний.